Всем привет! Как ваши дела? Я надеюсь, что все очень хорошо. Сегодня я предлагаю нам поговорить о том, как и с чем комбинировать юбку длины миди в предстоящем осеннем сезоне. Все эти юбки, которые я покажу вам сегодня, совершенно разных форм, фасонов, цветов и так далее. Но есть один единственный признак, ориентируясь на который, мы можем провести такую жирную черту и объединить их все в одну категорию. Это длина миди. На мой взгляд, самая женственная, самая утонченная, элегантная, самая благородная длина для юбок, платьев, сарафанов и так далее. В последнее время, по большей части, я выбираю для себя юбки именно этой длины, либо мини, но гораздо реже. Поэтому сегодня я хочу предложить вам самые актуальные решения, которые позволят вам, а, немножечко расширить свой модный кругозор. Потому что каждый из этих образов вдохновлен осенне-зимними коллекциями моих любимых домов моды. И б, сэкономить, потому что вместо супер дорогих дизайнерских одеяний я подобрала для вас вполне доступные, но не менее эффектные варианты. Ну что, поехали. Первое, что я хочу предложить вам, это юбка-карандаш. В этом сезоне очень актуальны юбки-карандаш с вырезами, с запахом или асимметричные, например. Самое главное требование к такой юбке, она должна быть выполнена из высококачественной ткани и идеально сидеть по фигуре. Поэтому все варианты, все за 799 рублей, сразу же отпадают. Выбирайте что-то достойное, самобытное. Такая юбка должна быть одновременно простой, строгой и при этом центром всего вашего образа. Или остановите свой выбор на юбке молочного оттенка или цвета яичной скорлупы, например. Комбинируйте ее со свитером и обувью тон в тон, и это беспроигрышный вариант для создания такого шикарного аристократичного образа. Второй вариант это юбка солнца. В данной ситуации я рекомендую вам обратить внимание на более сложные осенние оттенки, они будут смотреться гораздо выигрышнее. В этом образе я использовала все вещи в одной достаточно холодной цветовой гамме. Кстати говоря, это мой любимый выход из ситуации, нечего надеть. Помимо всего прочего, это прекрасный повод вернуться к теме мужских рубашек, которые мы носили все лето, и не забрасывать их на дальнюю полку. Но осенью я предлагаю делать все совершенно наоборот. Мы не будем закатывать рукава, наоборот мы покажем их во всей красе, поэтому я рекомендую застегивать рубашку на все пуговицы и на манжетах в том числе. Помимо юбок солнца на высокой талии, мужские рубашки будут прекрасно смотреться с любыми юбками из вида и шерсти абсолютно любого фасона. Итак, поехали дальше. Я полностью отдаю себе отчет в том, что этот образ придется по душе далеко не каждому. Пусть он останется для самых отчаянных, для самых смелых или просто для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новенькое. Нежные пудровые оттенки каких-то ярких цветов, скажем розовый, лиловый, желтый или голубой, например, в сочетании с уютными осенними текстурами помогут вам создать потрясающий, актуальный и трендовый образ. Попробуйте комбинировать какую-нибудь легкую, светлую, изящную юбку с пушистым кардиганом и яркими туфлями на широком, устойчивом, низком каблуке, предпочтительно с тупым носом. Пусть они будут ярко-красного или насыщенно винного или какого-то глубокого темно-коричневого оттенка, например, на ваш выбор. И последний образ определенно отсылает нас к осенней коллекции Gucci, которая произвела настоящий фурор на подиумах в этом году. Этот образ можно дополнить беретом, как в оригинальном варианте, но лично меня уже, если честно, смущает повсеместное помешательство на этом головном уборе. Волна беретов, которая накрыла инстаграм, нет, я буду держаться от беретов подальше, вы как хотите. Ключевыми элементами моего образа стали легкий невесомый топ цвета хаки, который, кстати, сейчас на мне. Черная прессированная юбка длины миди. Вы можете приобрести ее практически в любом осеннем оттенке, это будет смотреться супер актуально. И, конечно же, лоферы насыщенного глубокого коричневого цвета. Я безумно счастлива, что наконец-то нашла свои идеальные лоферы. Знаете, как это бывает, когда нарисуешь себе в голове какую-то картинку и начинаешь искать ее в магазинах, но точно такой же нигде и нет, и все кажется не то, и ты уже теряешь надежду, и потом находишь именно то, что ты представлял себе. Вот примерно такая у нас была история любви с этими лоферами. Они от марки Топшоп, и я заказала их на сайте Ламода, потому что в Екатеринбурге, как известно, нет отдела или магазина Топшоп. Ай-яй-яй, Топшоп, давно пора открыться. Кстати говоря, по большей части я заказываю одежду именно в интернете, поэтому я хочу поделиться с вами отличным способом сэкономить деньги, которым я в последнее время пользуюсь все чаще и чаще. Наконец-то и наша страна уверенно стоит на ступени интернет-шокинга. Мне кажется, мы все-таки пришли к этому. Существует сайт, которым лично я пользуюсь постоянно, он называется Купонейшн. Там вы можете найти промо-коды для скидок в такие интернет-магазины, как Асос, Ламода, Найк Адидас, Бодишоу, даже Зара. Мне кажется, практически любой магазин, который вы можете представить у себя в голове, практически для любого найдется скидка на Купонейшн. Например, покупая свои лоферы на Ламоде, я сэкономила 15%, просто потому что потратила минуту времени, зашла на Купонейшн, взяла промо-код и он дал мне скидку 15% практически на весь ассортимент магазина. Я знаю, что сами интернет-сайты, как правило, предоставляют промо-коды, скидки, бонусы, какие-то акции на свои же группы товаров, но обычно это распространяется на очень ограниченное количество вещей. Я не знаю, как вы, но лично я в восторге от того факта, что в своем стандартном интернет-шоппинге я могу заказать на 2-3 вещи больше, просто потому что экономлю, можно сказать, на ровном месте, достаточно большой процент от покупки. Если кому-то интересно, все ссылки на Ламоду и Купонейшн я оставлю вам в инфобоксе, так же, как и ссылки на все те вещи, которые я показала вам сегодня. По крайней мере, я попытаюсь найти максимальное количество. На этом у меня все, через несколько часов у меня самолет, поэтому я оставляю вас и убегаю, обнимаю вас крепко-крепко, желаю вам чудесного дня, увидимся в следующий раз, пока! Ну да, три четверти, это как бы наш лучший ракурс. Я где-то прочитала очень смешную шутку про то, что почему женщины вообще всегда не ходят с ракурсом на три четверти, если нам кажется, что так, мы выглядим лучше. Привет! Нет, пожалуйста, два яйца и бананы. Нет, со мной все в порядке.